всем привет с вами марина и сегодня мы начнем с вами знакомиться с японским языком и это знакомство мы начнем с самого простого с японского алфавита возможно кое-кто знает а может быть многие знают что в японском языке два алфавита это хирагана и катакана не представляют определенную кальку друг друга просто используется для написания разного вида слов скажем так но об этом мы поговорим чуть чуть попозже сначала познакомиться собственно говоря из чего японский алфавит состоит и так в японском языке пять основных гласных это а и у э о произносим так как произносим их в русском языке особого кота произношения они не требуют и так пять основных гласных а и у э о и вот так собственно говоря не изображается в хирагане особенностью японского языка является то что оно является слоговым что это значит это значит что естественно как любом языке в японском языке присутствуют согласные звуки например звук к но самостоятельного знака он не имеет он имеет мы его можем читать только в сочетании с гласными то есть японское письмо но слоговое при соединении согласного к с нашими пятью основными гласными а и у э о мы получаем соответственно к к к к к к к каких-то особенностей и каких-то исключений здесь нет следующая согласная у нас согласная с и тут уже появляется определенное исключение потому что при соединении с с гласной и мы получаем не си хотя в кадре как вы видите написала си написала так только потому что во многих самоучителях и собственно говоря во многих русских изданиях где присутствует написание японских слов русскими буквами вот этот знак щи который по-японски читается как щи пишется именно так но это не значит его нужно произносить си сожалению некоторые кто начинают учить японский язык по самоучителю потом получают вот такой дефект произношения поэтому учимся сразу произносить правильно не си а щи итак какой же ряд у нас получился у нас получился ряд на са са щи су се со пока как мне кажется ничего сложного нету опять же в каждой секции нашей таблички под знаком на русском языке по слугам на русском языке вы видите написание данного знака японской азбука и хираганы следующая согласная согласная т она нам дает уже два исключения ну твердая а обычно никаких метаморфоз согласными не делает там так она и произносится та но вот при соединении с гласными и и у мы получаем немножко неожиданные слога мы получаем чи и цу э и у без исключения те то давайте попробуем прочесть та чи цу те то та чи цу те то идем дальше следующий согласный звук это н н звонкая звонкие звуки обычно не доставляют никаких проблем они нормально соединяются с гласными и не дают никаких исключений на ни ну не но а вот следующий согласный у нас опять глухой это х и вот согласно х при соединении с у превращается вообще в слог фу как это неожиданно может не звучать но вот так произошло в японской азбуке то есть у нас получается ряд х хи фу х хо все те слога которые получились у нас неожиданными получились у нас неожиданными я помечаю с зеленым цветом эм это не буква м это звук м да отдельные буквы м у нас не присутствует такой же как звонки как и н значит мы можем предполагать что никаких исключений не будет действительно так ма ми му мэ мо следующий звук это р р так она такой мягкая немножко р что-то между р и л ну ближе к р откровенным что звук л вообще в японском не присутствует не присутствует и японцы многие звуки из иностранных слова из иностранных языков где присутствует буква л далее звук л они заменяют его на р то есть не за лариса рариса вот такого рода получается подмена звуковая ну мы получаем полновесный ряд ра-ри-ру-ре-ро на этом полноценные ряды произведенные путем соединения согласного с гласным у нас заканчиваются ну не заканчиваются еще знаки у нас есть такая как бы и тива отряда которые 3 тивых звука которые получились при путем присоединения и и краткого и трех основных гласных а у и о то есть у нас соответственно получилось я ю ее и буквы в японском нету будьте осторожны я ю ю и осталось у нас всего два знака это слог ва то есть согласно в нам вот дает только один звук ва никого виву в его нету только ва и вот единственный такой особый согласный который завоевал право иметь собственный знак в японском языке это согласно н мы ее видим перед собой вот сейчас то что вы видите это собственно говоря полная таблица японской азбуки давайте попробуем еще раз полностью вместе ее прочесть вместе со мной за мной как вам удобно помнить Спасибо за внимание. Вот, собственно говоря, первый шаг на пути к японскому языку мы только что с вами сделали. Спасибо, что были с нами. Спасибо.